Субтитры сделал DimaTorzok Есть такие видео на русском на моём канале. Ура! Я знаю, вы все, наверное, в шоке. Начну с того, что расскажу немножко о себе. Многие из вас не знают многого обо мне. Я немножко оставила информацию про себя на своём канале, но этого, я думаю, недостаточно для вас. Начну с того, что я родилась в России, в городе Екатеринбурге. Я жила там 6 лет со своей семьёй. У меня мама наполовину молдаванка, папа русский. Потом мы переехали в Молдову, когда мне было 6 лет. И там я прожила до 18, нет, 19 лет. Я прожила в Молдове, и потом я переехала в Соединённые Штаты учиться. И уже я здесь учусь. Я уже закончила университет, но я уже здесь живу. Это мой пятый год. 4 года с половиной я уже живу в Америке. Я живу в Калифорнии, в Orange County. И здесь очень красиво, я очень сильно здесь люблю жить. И да, вот это моя маленькая история. Вкратце, конечно же, в моей истории есть очень много, куча всего интересного. Но просто вкратце рассказать о себе, потому что много людей... I like people... Окей, всё. Я обещала себе, что я только буду говорить на русском, я не буду переходить два слова на английском, три слова на русском, одно слово на румынском. Там у меня... Мы когда со своими друзьями разговариваем, честно вам говорю, такая каша. Особенно с друзьями, которые тоже говорят на английском, румынском и русском. Следующее, я хотела ответить на пару ваших вопросов. Я вас спросила, если у вас есть вопросы на твиттере, спросила на русском. И многие мне ответили на русском, то, что очень классно, мне очень приятно, то, что вот многие из вас русскоязычных людей из разных стран, таких как Молдова, Украина, Россия, Беларусь, Болгария, меня смотрят, и вы знаете русский язык. И мне это очень приятно. Я просто хотела вам сделать видео, сказать, что я вас очень сильно люблю, и я очень благодарна вам за то, что вы смотрите мои видео, и за то, что вы со мной разговариваете, и говорите, и спрашиваете. Если у вас здесь есть ещё какие-нибудь вопросы, или пожелания, или вообще что-нибудь, оставьте обязательно в комментариях. Я их всех читаю, у меня не всегда есть время на всё отвечать, к сожалению, но я всё всегда читаю, я всё, все комментарии вижу. Даже на моих старых видео я все комментарии вижу. Так, давайте перейдём к пару вопросов. Лора спрашивает, хочешь вернуться в Россию? Так, как я сказала, я вообще-то с Молдовы, я прожила большинство своей жизни в Молдове, мой город, это мой город Кишинёв, и, конечно же, очень хотелось бы вернуться, увидеть своих одноклассников, увидеть своих друзей, и я очень стараюсь в далёком, я не в далёком, в близком будущем вернуться и всех увидеть. Но жить я, наверное, там уже хочеть не буду. Щи мэйку мини мэй. Но жить я уже там, наверное, не буду, потому что, я не знаю, я привыкла здесь, моя жизнь теперь тут, мои друзья все тут, муж тут. Надо только, правда, мою семью сюда как-нибудь сделать, чтобы они переехали сюда, но пока ещё как бы это только я здесь. И мне здесь очень нравится, я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть к тому стилю жизни, так как я очень привыкла к этому стилю жизни. Лора опять спрашивает, что самое хорошее и плохое о жизни в Америке? А самое хорошее это то, что здесь столько всего opportunities, как это слово? Возможности. Здесь столько всего возможностей, столько возможностей учиться, столько возможностей пробрести себе хорошую карьеру, хорошую работу. И даже именно мне нравится то, что здесь работаешь честно, работаешь много, и у тебя достаточно обеспеченная жизнь, и не нужно ни о чём заботиться. По сравнению в Молдове, мои родители работали всю свою жизнь, у них там дипломы за дипломами, и вообще такие образованные люди, и всё равно им настолько тяжело там найти работу. Не только найти работу, но просто у нас особенно государственные работы вообще оплачиваются никак. Здесь государственные работы как-то считаются очень престижно. Ну, люди здесь по-любому жалуются, но я им говорю, слушай, сиди и не жалуйся, и радуйся, и будь счастлив. Это хорошо, потому что у меня в Молдове родители работают, получают там какие-то копейки в каждый месяц, еле-еле считают, стараются за себя заплатить, стараются. Я никогда не жалуюсь, у меня всегда всё, я считаю, что было, но у нас 100% не было такого, что здесь в Америке у людей по три машины, и они ещё считаются бедными. Или, не знаю, как бы, я считаю, что мы жили в тот достаток для нас, но по сравнению с Америкой здесь это считается очень бедно. Так, и самое нелюбимое, то, что я считаю, что иногда не все люди, но здесь люди, они не понимают и не ценят то, что у них есть. Там, допустим, мне своих друзей нужно постоянно уговаривать пойти куда-нибудь там. Пойдёмте посмотрим на голливудский сайн, знаете, когда там это над игрой написано «Холливуд», пойдёмте посмотрим там, или пойдёмте в Сан-Франциско, посмотрим на мост. Для них это «Да шо, пошёл, мост, видел, сто раз уже видел этот мост, зачем? Идёмте в Мол». Для меня это шок, ты что, ты же здесь живёшь, тут такие красивые места, города, вещи. Для нас это такая мечта, просто там быть, сфотографироваться, не знаю, увидеть. Для них это «Ну и что, ну и что, я лучше пойду в Мол, куплю себе новые джинсы». Но это не все, это, я не хочу «generalize», говорить, что все такие, но много из моих друзей они такие, к сожалению. Анжелика спрашивает, говорит, «Ну, наконец, расскажи о самом переезде, как и почему, как ты адаптировалась, родители, как дальше развивалась и пришла к Ютьюбу». Приезд, я очень быстро адаптировалась к этой культуре, так как я всегда хотела здесь жить. И не знаю, я такой человек, что мне очень легко адаптироваться под любую культуру. Я как хамелеон, можно сказать. Конечно же, я всё равно наполовину русская, наполовину молотобанка, это всё равно в моей крови, но мне очень легко адаптироваться к культурам, выучивать язык, жить здесь. И поэтому мне было очень легко. Я как бы через 6 месяцев, мне уже люди принимали за свою. Ну, конечно же, все по-любому слышат мой маленький акцент, от него избавиться просто невозможно. Вот. А, как дальше развивалась и пришла к Ютьюбу? Вообще, я начала учиться в колледже на дизайнера интерьера. И мы переехали, мы вышли замуж, мы женились, или вышли замуж, как правильно, мы женились с мужем. Потом мы переехали в Саут-Каролайна, это прямо совсем другой конец Америки. Мы жили здесь, где я сейчас живу. Мы переехали из Саут-Каролайна. И мне просто там было очень одиноко, и делать нечего, и мне там никогда не понравилось. Поэтому мы через 2 года с Саут-Каролайна переехали, но это другая история. Поэтому я начала делать видео на Ютьюб, потому что мне было очень грустно, и у меня друзей там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала, всем привет, мне зовут Эвелина, давайте будем дружить в интернете. Хелька спрашивает, какая твоя девичья фамилия? Моя девичья фамилия Карташова. В какой школе ты училась в Молдове? Я училась в лицее Петру Рариш в Кишинёве. Петру Рариш в Репрезент. Да, обычная школа, ну как бы у нас была, это бизнес-школа, у нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов в разный там бизнес, entrepreneur, или я не знаю, как это слово на русском. Но да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет. Вот так вот, ну в общем, я думаю, я ответила на пару вопросов, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, извините, что если у меня русский не совсем отличный, потому что, честно говоря, я здесь живу и на русском разговаривать не с кем. Даже мои русские друзья, мы всегда разговариваем на английском, потому что намного легче. Уже, если ты здесь живешь несколько лет, как бы твоя, твой мозг адаптируется думать на английском. У тебя легче говорить свои мысли на английском. Но по-любому я никогда не забуду вообще мой родной язык, это румынский, но у меня очень большой молдавский диалект. Я так говорю, щифаш, мэй кумвяса. У меня никакой некрасивый румынский, поэтому мне немножко, не знаю, как говорить на румынском на YouTube. Меня очень много люди просят, но, боюсь, они разочаруются, потому что мой румынский, он с молдавским акцентом, вот. Но я, конечно, могу говорить на красивом румынском, но зачем? Это то же самое, что американцы пытаться говорить на британском акценте. Это просто... это не я, и это меня, не знаю, это мне просто попытаться быть кем-то другим. Вот. Как-то странно говорить до свидания, потому что я не знаю, когда будет в следующий раз, когда я с вами заговорю на русском. Но у меня уже в горле пересохло, у меня тут где-то был чай, его теперь нету. Вот. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Да, оставляйте свои комментарии, я очень обещаю, я вам прочитаю и отвечу на сколько я смогу. И да, я вас очень люблю. Пока!